Крепость Чёнингштайн с высокой перспективы. Данная постройка представляет сегодня военно-исторический музей. Здесь находились склады с оружием. Пойдемте смотреть, что имеется. Мегамодная кушка немецкая. Реально, самая простая, 35 миллиметров. Короче, с автоматическим подрывом. Вот тут сверху. Это прототип или это реально? Я не знаю, я еще не смотрел. Может быть, это просто прототип. Но она уже существует. Вот сверху программатор, который программирует. Он на вылете программирует снаряды, где им взрываться. То есть можно запрограммировать снаряды так, чтобы они на определенном расстоянии взрывались. Реально железо? Нет. Броня даже? Выглядит как картон. Это прототип, скорее всего, здесь стоит. Ну, в общем, да. Как она была надвижна, с бронированной такой ставью. Это вот бронепластины. И здесь у нас начало выставки, посвященная вооружениям. Называется «Агрессия и самозащита». На самом деле это водородная бомба, и она намного сильнее, чем атомная. После того, как американцы скинули на Хиросиму атомную бомбу, то 74 тысячи из 240 тысяч жителей погибли. И вот на этой стене можно наблюдать контуры тени караульного солдата, которые остались после того, как он испарился. Нижняя фотография – это взрыв атомной бомбы под названием «Жирный человек» над Нагасаки. Вот так вот это выглядело. То есть помимо того, что они это сделали, они это еще и фиксировали все. То есть американская атомная ракета – тот, кто сохраняет мир. И если бы ее сбросили вот здесь, в районе Кёнигштайна, в районе первого круга окружности погибло бы порядка 70 тысяч населения, но у жителей Дрездена были бы даже ожоги третьей степени. Дрезден находится порядка, я так думаю, 30-40 километров отсюда. Самый известный и огромный бункер в Гамбурге, который сохранился до сих пор. Он выглядел так в апреле 41-го года. Жертвы британской бомбардировки – это люди, 243 трупа, обнаруженных в одном из бункеров Дрездена после 14 месяцев. Современная система ведения войн. Скоро это будут не только дроны, но и могут быть роботы, которые будут заменять целые армии. То, что было раньше всего лишь вымыслом в кино, сегодня может стать реальностью. И такие терминаторы нового поколения могут воевать с людьми. Так что, в принципе, человек, человеческая жизнь обесценивается все больше и больше. Он, кстати, вот такой по дронам классно фигарить. Потому что он взрывается рядом с дроном. То есть несколько дронов летит, можно просто очередь дать. И они взрываются возле толпы дронов. И своими осколками поражают либо дроны, либо ракеты, либо самолеты. В будущем европейцы задумываются о том, как себя охранять. И вот они придумывают различные проекты стен. На стенах присутствуют также различные типы вооружений в виде пушек. Европа может себя ограждать от всякого рода угроз, в том числе от беженцев.